Универсальный инструмент хорошо прогружает плечевой пояс, кор, предплечья. Мы поговорим о том, как правильно использовать молот для постановки мощного нокаутирующего удара. Сам удар наносится за счет зубчатых мышц и немного мышц коры. Мы размахнулись, лобки у нас смотрят в стороны. За счет зубчатых мышц руки идут внутрь и вниз. И в конце мы оседаем, не сутулимся. Зубчатые. Раскрытие и за счет вот этого движения наносится удар. Варианты подводящих упражнений для включения зубчатых мышц. Они могут быть как подготовкой к рубке, в работе молотом, так и самостоятельно. Первый вариант мы используем гантель. Берем ее вот таким образом. Раскрытие за счет зубчатых мышц закрытия. Локти не смотрят в сторону, иначе у вас включится широчайше. Амплитуда небольшая. Работать лучше как раз с пола, чтобы руки сильно далеко не уходили. Другой вариант. Если нет гантели, есть резина, цепляем ее. И делаем ровно то же самое. Создаем натяжение и за счет закрытия. Вторым важным элементом является толчок в верхнюю руку. То есть нижняя рука, которая держит за край, она будет тянуть. Вторая рука, которая находится на удалении, она должна толкать. То есть сейчас в варианте. Взяли подальше, размахнулась. Не просто рука скользит по рукояти. Она толкает в цель и в конце фиксируется. Размах толкает. Не просто скользим и одной рукой работаем. Нет, это ошибка. Мы толкаем в цель. Замах толчок. Замах толчок. И, соответственно, третьим вариантом будет, когда мы держим ширина чуть больше кубока. Здесь ровно то же самое. Разогнались. Дальше рука с краю тянет. Вторая толкает. Разгон. Толчок. Этой рукой мы толкаем. Если мы стоим в позиции дальней руки, освобождаем пяточку, чтобы не порваться и выстрелить полностью тело. Но толкнуть это и есть мощное положение в ударах. Дальше рука. Продолжение следует...